Пошла запись. Не вижу. Пошла или нет? Когда красная, да, идёт? А чё цифры не бегут? Потом оно всё ты-тыц, ты-тыц, двигается, перемещается. И абсолютно правильная мысль и идея о том, что невозможно судить по одной песне об ансамбле, да? По двум песням невозможно судить. Поэтому делается полный альбом. И представляется зрителям, слушателям, как бы выносится на суд публики ваши друзья слушают, друзья ваших друзей, да? Если вдруг он пошёл, то как бы нормально всё. Если он не пошёл, то вы уже точно можете сами для себя сделать вывод о том, что ну это было говно и сразу начать делать другой. То есть не рвать жопу, не пыхтеть, не рвать на себе майку, что вот, вот это, вот этот альбом. И там один записал и четыре года ни хера от тебя не слышно. Вот один альбом, который как бы оказался говном. Ну так бывает же. Жизнь она такая. Что он оказался говном. То есть не надо заморачиваться, не надо ну рвать на себе майку и доказывать, что это не говно, пожалуйста, слушайте. Сразу делай другой. Приводишь на следующем. Да. Сразу же то есть получается, что он и для музыканта, и для слушателя он нужен для того, что... Для слушателя он нужен для того, чтобы составить себе как бы целостную картину об артисте, а для музыканта он нужен тоже как бы для того, чтобы составить целостную картину о себе, как о музыканте, и о том коллективе, который этот... То есть тебе сразу станет понятно, надо ли тебе продолжать двигаться в этом направлении. Кто-то хочет его слушать, никто не хочет его слушать. Надо ли немножко его помочь, его подтолкнуть, подкрутить. А может быть это вообще того не стоит. Ты его сделал, ты вложил много времени, энергии, денег, но это твои проблемы. Это ваши проблемы, это наши проблемы. То есть слушать ли ему по барабану, он его или будет слушать, или не будет слушать, ему похуй, сколько стоит время в студии. Ему похуй, сколько стоят струны. Ему похуй, на какой гитаре ты играешь. Ему похуй, сколько стоят пластики, сколько железа разбил барабанщик, пока записал эти несчастные три песни. Сколько гитарист порвал струн, сколько плакал басист, что он не может попасть в какую-то бочку. Слушать ли он на все это глубоко насрать? его интересует конечный результат и если он ему не понравился так это же для тебя для музыканта для твоей группы для нас вообще для всех это же охуенно понять что это не понравилось то что мы потратили кучу денег продали почку для того чтобы записать его да это никого не ебет и это прекрасно это настоящая такая честная такая коммуникация между артистами между зрителями публикой то есть ты потратил время энергию пожалуйста послушайте послушали говно и ты такой блять все клево понятно то есть ты не вешаешь нос и говоришь ой сука меня никто не слушает мой альбом никому нахуй не надо блять пойду блин налью себе стакан водки да да то есть там или спрыгну блять с московского моста не поможет слушай а как он сейчас называется он так и называется то есть пока можно да поэтому мы так говорим его никто не слушает пойду спрыгну с московского моста пока буду лететь блять в ебану стакан водки нет сразу же ты можешь перее как бы перегруппироваться переориентироваться и сразу же тут же как бы как как змея колючка да как какой-то хамелеон поменять маску поменять цвета поменять звуки и сразу же начинать делать что-то другое сразу же там сразу же тут же можно там две три песни другие бац а вот это такие вот это вот ну вроде бы пошло тогда какие-то лайки пошли какие-то чем пращупать какие-то спрос прощупать направление да какой-то спрос какие-то интересы пошли и ты уже понимаешь а вот в этом направлении я могу попробовать сделать какую-то вещь новаются не вешать нос гардамiation вы не вешать нос но смята Субтитры создавал DimaTorzok